Всем привет! Сегодня началась распродажа интересной новинки от Кубок. Это King Kong Mini 2 Pro, защищенный компакт по выгодной цене. С сегодняшнего дня по 26 августа цена будет минимальная, 109 долларов. Итак, давайте пробежимся по характеристикам малыша, чтобы долго не затягивать, и немного сравним его с предыдущей моделью King Kong Mini 2. Итак, Кубок King Kong Mini 2 Pro работает на Android версии 11, прямо из коробки, но микропрограмму можно в будущем обновить до более новой версии операционной системы. О защите. Формально обещана защита от воды, пыли и падений, но ни про IP67-68, ни про MIL-STD810 производитель не говорит, так что мыть, ронять смартфон не рекомендуется. С предком была похожая история, и как показало практическое исследование, водостойким смартфон действительно не является, но это предыдущее, это неизвестно. С учетом того, что корпус явно остался ровно тем же, полное погружение в воду кубок King Kong Mini 2 Pro должно дать аналогичный, то есть фатальный эффект. Ну, в общем, не топите его. Что же касается сравнений по начинке, прогресс налицо. Заменили совсем маломощный четырехъядерный чипсет Helio A22 на нечто восьмиядерное, что назвали Mediatek MT67-62. Скорее всего, речь идет о старом добром Helio P22. Так что в Antutu ждем в районе 100 тысяч баллов. Не фонтан, но всяко получше, чем было. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 постоянной. Было 3.32. Поддержка карт памяти есть, конечно. Это отдельный слот. Расширить ее, кстати, можно до 128 гигабайт с помощью флешки. Экран любопытный. IPS-матрица диагональю 4 дюйма, то есть его площадь 41 см квадратный. Пропорции относительно современные, 18 на 9. Разрешение выглядит невысоким, всего 540 на 1080 точек, но на столь скромной диагонали это дает совершенно нормальные 302 точки на дюйм. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Основная камера выглядит двойной, но второй модуль, судя по всему, как и у предшественника, бутафорский. Разрешение основного модуля 13 мегапикселей. Качественных снимков ждать особо не стоит. Это не смартфон про съемку фото, а больше про компактность и небольшую защиту. NFC-модуля нет, сканера отпечатка пальцев тоже нет. Wi-Fi двухдиапазонный. Емкость аккумулятора новинки составляет 3000 мАч. Зарядка производится через USB Type-C. Про быструю зарядку ничего не нашел. Думаю, что ее нет. Набор интерфейсов устройства включает модуль навигации с поддержкой GPS, GLONASS и Beidou. Вот такая вот новинка. Не могу сказать, что топ. Или выделить какие-то крутые особенности. Но за небольшие деньги, думаю, найдет своего покупателя. Может кому-то нужен подобный компактный смартфончик для своих нужд. Размер устройства для определенных заданий, думаю, будет плюсом. Распродажа уже началась и ссылку на смарт я оставил в описании. Пишите ваше мнение про гаджет и будьте все здоровы. Увидимся!